приветствую друзья это новости из мира криптовалют за последние 24 часа по версии портала bitcoin news около 36 процентов bitcoin в обороте потери на технические криптовалюты bitcoin находится в дефиците согласно данным нового исследования представлены двумя исследовательскими фирмами chain анализ ndr были проведены подсчеты реального количества токенов bitcoin в обороте по данным coin market cap количество монет в обороте составляет 17 миллионов 296 587 на момент написания статьи в исследовании говорится что 36 процентов этой суммы абсолютно точно потеряны вероятнее всего что были потеряны или все еще не добыты если произвести подсчеты получается что 6,226 тысячных миллионов биткоин этнически недоступны для покупки для покупки или торговли даже для китов в докладе так далее говорится что 22 процента оборотного предложения принадлежат спекулянтам в то время как инвесторы имеют 30 процентов от общего числа в обороте эта величина составляет соответственно 3,8 миллионов и 5,189 тысячных миллионов биткоина используя приведенные выше цифры зная что объемы миссии для майнинга биткоин равен 21 миллионам токенам можно с уверенностью заявить что технический криптовалюта находится в дефиците это объясняется тем что более 6 миллионов миллионов биткоина находится вне доступа тем не менее все еще остаются 3,7 миллиона биткоинов которые предстоит добыть в будущем такой суммы может быть достаточно для удовлетворения интересов глобальных инвесторов важный прецедент суд шатхая предпосстановил считать эфириум с собственностью защищенной законом поставление шанхайского суда согласно которым эфириум является охраняемый законом собственностью стало важным юридическим прецедентом в деле возможного дальнейшего урегулирования цифровых активов китая суд шанхайского района хунгкоу заявил что эфириум и ряд других цифровых активов не являются деньгами однако мнению судей это активы которые все же попадают под действие китайского закона о собственности решение принято в ходе судебного разбирательства спора пекинской технологической компании одного из ее инвесторов хотя китайские регуляторы занимают жесткую позицию в отношении криптовалют в основлении суда представляет собой важный прецедент в вопросе о том как китайский закон будет впредь трактовать цифровые активы в ходе слушания дела о том кому принадлежат 20 монет эфириума суд постановил китай не признает виртуальные валюты включая эфириум деньгами однако мы не можем отрицать что фильм должен быть защищен законом в качестве собственности на общих основаниях цб и генпродуктуратура рф взялись за криптовалютную пирамиду кэшбери центральный банк российской федерации вывел мошеннический проект названием кэшбери который предлагает сверхприбыли от фиатных и криптовалютных инвестиций после летальной проверки банк россии сообщил что компания не ведет хозяйственной экономической деятельности и нелегитимно в банке докладе банка также говорится что граждане должны знать о рисках связанных с инвестированием денег в проекты с признаками пирамиды по сообщению риа новости генпрокуратура просит суд по месту регистрации компании в ростове-на-дону признать информацию на сайтах кэшбери рф и 3w кэшбери.com запрещенные к распространению территории рф на сайте говорится что головной офис фирмы находится в дубае что компания руководит некий артур варданян в ее состав входит микрокредитная организация варшава о кэшбери а также компания крешбери лимитер зарегистрированная великобритании мальта на генеральной ассамблее оон блокчейн неизбежно изменит будущее финансовой системы на генеральной ассамблее оон премьер-министр мальта и джозеф маска заявил что технологии блокчейн неизбежно позволит криптовалютам стать будущей заменой традиционным денежным средством он заявил я истинно верю что технология революционизирует и совершенствует системы вот почему на мальте мы создали дружелюбную юрисдикцию для блокчейн проектов таким образом страна стала первыми во всем мире кто стал регулировать эту новую технологию ранее существовавшуюся существовавшую в правовом вакууме блокчейн наделать криптовалюты неизбежным будущим денег премьер-министр маска подчеркнул что признавая потенциал технологии мальта открыто приняла криптовалюты и бизнес в этой новой отрасли возглавив глобальный сектор с долгоприятными правилами регулирования с начала семнадцатого года мальта сосредоточилась на создании экосистемы которая значительно улучшает бизнес криптовалютных и блокчейн компаний байден с крупнейшей в мире криптовалютной бирже с примерно 10 миллионами пользователей и 200 миллионной прибылью за один квартал открыто открыто оценила усилия мальты по руководству криптовалютным регулированием перенеся свою штаб-квартиру в этот регион китайский миллиардер и биткоин инвестор объявил о прекращении дальнейших инвестиций в севкор блокчейн основатель венчурной компании битфанд из пекина широко признанный миллиардер инвестор криптовалюты биткоин ли за лай при публично заявил что он более не будет проводить никаких инвестиций блокчейн пространство первоначальные предложения монет а си а он заявил с этого дня лично я не буду инвестировать какие-либо проекты будто блокчейн стартапы или оси на родной стадии и так если вы видите что имя ли ксайлай связано с каким-либо проектом моими было связано с бесчисленным количеством проекта без моего ведома просто игнорируйте его я планирую потратить несколько лет на размышления моей карьеры что касается того что буду делать дальше я пока не решил за последние девять лет криптовалютный городок день при пережил четвертую худшую коррекцию испытывая 80 процентное падение стоимости за последние девять месяцев тем не менее подавляющее большинство проектов оси и блокчейн удерживает большую часть своих холдингов эфириум и биткоин и медвежьем рынке а рынок оси по-прежнему остается активным по сей день решение бизнесмен редко резко выйти сектора оси блокчейн вероятно было вызвано двумя основными факторами пересечением при пресечении криптовалютной деятельности правительством китая и значительным увеличением числа машин не мошенников на рынке блокчейн на этом все если хотите оставаться в курсе событий из мира криптовалют следите за нашими выпусками а я с вами прощаюсь до следующего раза